В прошлый раз мы с вами сказали о том, что роман Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Дегер, Агисова, Четырестового, Яма. Это действительно так, с одним исключением. Во всем романе, естественно, в основном чередуются мужские и женские. И Пушкин, когда конструирует свою страфу, специально для романа им разработанную страфа Евгения Негина в 14 строчек, он ни разу не нарушает правила альтернации. Причем, заветьте, вряд ли он специально это правило учил и заучил. Как вы думаете, откуда у него? Очень просто. Если человек с детства читает стихи, написанные вот так, не нарушающие вот этого правила, то он так и будет их описать. Это не значит, что Пушкин ничего не изучал. Конечно, он изучал и руководство всяческие, и политики, и в конце концов курс словесности, естественно, преподавался в лицее в число умений воспитанников, если вы помните, включалось умение писать стихи. Ну, скажем проще рифмовать строчки. Написать небольшое рассуждение в стихах на заданную тему. Вам бы сейчас можно было предложить такую заданную? Ну, наверное, да, наверное, вы что-нибудь написали так тоже. Но в лицее, помните, воспитанников этому учили. Учили, так сказать, специально. И появление поэтов в лицее, заметьте, лучшим поэтом в лицее считался не Пушкин какой-то. Александр Ильичевский. Потому что он умел хорошо писать по-русски, по-французски, свободно, не нарушая, опять-таки, никаких правил, в том числе вот этого. Но у Пушкина, Евгения Янекина, есть одно исключение из этого правила. Более того, это единственный кусок в романе, который написан вообще не четырех столкновений. Маленький кусочек. Никто не помнит сейчас, что это за письмо? Ясно, что введен он не случайно. Ясно, что он зачем-то Пушкину вложил. Это не письмо. Письмо написано тоже четырех столкновым ямпом. Но письмо написано, там есть свои исключения, письмо Татьяны, письмо Онегина написано не страфически. А вот песня девушки, песня девушки. Крестьянских девушек. Которую Пушкин как бы цитирует. Написано совсем не так. Разыграйтесь, девицы, разыграйтесь, милые. Это что такое вообще? Вдох. В составе четырех столкнового ямпом. Получается хорей. Получается трех столкновых хорей. Получается трех столкновых хорей. Да еще, с окончанием таким? Дептилическим окончанием. Как вы думаете, почему Пушкин предпочел сделать так? Может разнообразие Куркин, тот же ямп, ямп, ямп. Ну, для разнообразия, без разнообразия, скажем так, Кушкин не стратал. Но и какие-нибудь они написаны очень строго. Написан действительно строго. Исключения, еще раз повторяю, не строфические, хотя все тот же четырех столкновых письма. И вдруг вот эта песня девушек, которую Пушкин предпочитает воспроизвести именно вот так. Это же песня. Это же песня. Хорошо. Он ее решил не изменить от всего текста, чтобы было видно, что это отдельная речь. То есть он решил ее не укладывать в строфы. Так, еще. Потому что эта песня лучше выражается, которая стопна Хорея. Ага. Потому что это некое подражание песне народной. Конечно, это не реальная какая-то песня, записанная Пушкин. Мы можем взять за просты русского фольклора, найдем там что-то похожее. Но ровно такой, пожалуй, не найдем. Ясно, что Пушкин не пытался записать за тем, как поют христианские девушки. Он пытался сочинить некую стилизацию. Это важное слово, но он тоже аналогично священ. О, стилизация. В данном случае под песню русских народных, скажем, красавиц. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...